Привет! Основная мысль, которую я хочу донести до вас в этом видео, звучит так. Работодатель не может вас уволить просто потому, что ему так хочется. Для того, чтобы уволить работника, работодателю нужно найти основания для увольнения. Перечень таких оснований четко определен законодательством. И только лишь по этим основаниям работодатель может уволить человека. В этом видео мы как раз и разберемся с тем, а на каких же основаниях работодатель может уволить работника. Основание номер один. Сокращение штатов, ликвидация, либо реорганизация предприятия. В этих случаях работодатель действительно может уволить работника, Но при этом, когда мы говорим о сокращении штатов, когда мы говорим о реорганизации, увольняя работников, работодатель должен определить, а какого же работника в первую очередь мы увольняем, а какого в последнюю. Для определенных групп работников, увольняемых по этим основаниям, есть льготы. И этот вопрос мы будем более подробно отдельно разбирать. А здесь лишь мы скажем, что да, в связи с сокращением ликвидации, либо реорганизацией, работодатель уволить может. Такое основание в законе есть. Основание номер два. Это несоответствие работника занимаемой должности. Такое несоответствие может быть по трем критериям. Критерий первый. Это несоответствие квалификации. Второй критерий. Это состояние здоровья, когда здоровье вам не позволяет выполнять ту либо иную работу. Это не значит, что все эти критерии должны быть у одного работника. То есть, каждого из нас могут уволить по какому-то из этих критериев. Но, когда мы говорим, например, о несоответствии в связи с недостаточной квалификацией, мы должны понимать, что это не просто работодатель выходит там начальник и говорит, так ты, все, несоответствуешь, уволен. Нет, такого быть не может. Несоответствие квалификации нужно еще установить. И для этого должна создаваться аттестационная комиссия, которая это и сделает. Когда мы говорим о состоянии здоровья, точно так же не может начальник сам на глаз определить, у тебя достаточно здоровья или недостаточно. Должно быть медицинское заключение о том, что эта работа вам противопоказана по состоянию здоровья. Что касается утраты допуска к государственной тайне, то здесь мы говорим о тех работниках, которые имели допуск, но вследствие каких-то причин они его утратили. И вот такая утрата допуска к гостайне, если такой допуск является обязательным условием для занятия этой должности, то утрата допуска является основанием для увольнения. Третья причина увольнения – систематическое невыполнение работникам своих трудовых обязанностей. Когда мы говорим о систематическом, нужно понимать здесь три и более раз. При этом нужно понимать, что данная причина увольнения может быть использована только в тех случаях, если к работнику применялись дисциплинарные взыскания. То есть, по сути, если у вас было, скажем так, одно нарушение, вы получили выговор, потом там спустя месяц вы еще раз не выполнили трудовые обязанности, получили еще один выговор, и вот уже на третий раз вас могут и уволить. Но обязательно, чтобы были предыдущие дисциплинарные взыскания соответствующим образом оформлены. Причем вот этот период, по сути, мы считаем в течение одного года. Если же у вас дисциплинарные взыскания были там пять лет назад, потом три года назад, а потом в этом году вас решили за систематичность увольнять, нет, это уже незаконно. Четвертым основанием для увольнения является прогул. Думаю, ни для кого не секрет, что прогулом является отсутствие на работе в течение трех часов. При этом эти три часа считаются не подряд. То есть, если вы пришли на работу на час позже, потом в течение дня где-то вы час еще гуляли и ушли на час раньше, то в итоге в совокупности мы имеем три часа отсутствия на работе в течение рабочего дня, что достаточно для увольнения. Основание номер пять. Неявка на работу в течение более чем четырех месяцев из-за временной нетрудоспособности. То есть, здесь мы говорим о тех случаях, когда человек болеет и болеет более четырех месяцев, не выходит на работу, это уже является основанием для увольнения. При этом здесь нужно обратить внимание на два момента. Четырехмесячное отсутствие должно быть подряд. Если вы вышли хотя бы на один день на работу, то подсчет этого срока прерывается и начинается заново. Второе. В некоторых случаях, при некоторых заболеваниях, законодатель устанавливает более длительный срок отсутствия на работе как основание для увольнения. Шестое основание для увольнения – это восстановление работника, который ранее занимал эту должность. Эта ситуация может быть в тех случаях, когда работодатель уволил работника, на эту должность взял на работу вас, а тот работник пошел в суд и суд восстанавливает его на работе. Соответственно, вас можно на этом основании уволить. Седьмым основанием для увольнения является появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, либо токсического опьянения. Думается, что здесь все понятно и данный пункт в дополнительных пояснениях не нуждается. Восьмым основанием для увольнения является хищение на предприятии, на котором вы работаете. При этом данное хищение должно быть подтверждено либо обвинительным приговором, либо же решением суда по административному делу. То есть это не просто вот этот вариант, когда начальник решил, что ты что-то украл и поэтому увольняет тебя. Нет, должно быть соответствующее решение суда. Следующим основанием для увольнения работника является призыв либо мобилизация работодателя. Здесь мы говорим о тех ситуациях, когда работодателем выступает физическое лицо, то есть ФОП, физическое лицо предпринимателя, либо же просто физическое лицо, нанял кто-то горничную себе, водителя. И вот если этого человека призвали, мобилизовали, то он как работодатель имеет право расторгнуть с вами трудовой договор. Следующим основанием для увольнения является выявление несоответствия работника заимнимаемой должности в течение испытательного срока. То есть здесь мы говорим о тех ситуациях, когда работника приняли на работу с условием прохождения испытания. И вот если по результатам этого испытания работник не показал, что он не соответствует занимаемой должности, либо выполняемой работе, то трудовой договор с таким работником можно расторгнуть. Все эти основания для увольнения предусмотрены сороковой статьей Кодекса Законного Труде. И здесь мы рассмотрели с вами только вот эту статью, которая предусматривает общие основания, касающиеся всех работников. А уже в следующем видео мы с вами разберемся с основаниями для увольнения отдельных категорий работников. Например, руководителей предприятий, главных бухгалтеров, преподавателей и иных работников. На этом все. Всем удачи. Пока!